Более 100 тысяч человек получат надбавку к пособию по уходу за детьми-инвалидами. Сейчас его размер составляет около 30 тысяч тенге. Эта сумма вырастет на треть. Какие еще меры могут улучшить уровень жизни семьи, где воспитывают детей с особыми потребностями, в нашем следующем материале. Врачи не надеялись, что новорожденная жена им проживет больше, чем несколько месяцев. Сложнейший диагноз – порог развития позвоночника со множественными осложнениями и сопутствующими болезнями. Но мама выходила ребенка. Сейчас девочке уже восемь, и она даже учится читать. Без помощи большой семьи, признается Акмарал Токишева, было бы непросто. Ведь доход матери-одиночки примерно 70 тысяч тенге. Около 40 тысяч составляет пособие по инвалидности жена им. И чуть больше 30 – пособие мамы по уходу за больным ребенком. Много средств уходит на лекарства. Элементарное лекарство, витамины. Вот сейчас, например, для иммунитета мы пьем почечный, мы пьем судорожный, мы пьем от головы, мы пьем иммунитета повышающий. Известие о решении президента повысить пособие по уходу за такими детьми на 30% разлетелось мгновенно. В чатах и группах родители активно обсуждают и поздравляют друг друга. О том, насколько надбавка своевременно, в специальном центре для детей-инвалидов знают как нигде. Здесь проходит реабилитацию 50 детей с ограниченными возможностями. И большинство семей с больными детьми в социальном статусе нуждающихся. В основном это семьи, которые работают неполный рабочий день или работают на нескольких предприятиях, чтобы обеспечить свою семью. Конкретно это только работающий папа. Мама практически там не работает. Она сидит по уходу за ребенком. Только в Карагандинской области сейчас пособия по уходу за детьми с ограниченными возможностями получают около 5000 матерей. Илана Чос, Василий Савкин, Хабар-24, Карагандинская область.